Систематическое нарушение прав и свобод человека в России, свобода собраний, свобода слова, выборных свобод. Это все, конечно же, создало плацдарм, простите за военное слово, для начала войны. Мы знаем про 216 дней, когда кого-то в России задерживали за антивоенные высказывания. Мы уже помогли, страшно сказать, больше, чем в 10 тысячах судов. Протестовать нужно ровно так, как вы можете. Любой протест имеет значение. Исключение гражданского общества России из общемировой какой-то повестки, путь в никуда. Очень важно этого избежать. Конечно, Россия будет свободной, только вопрос, как долго она будет свободной. Как вы справляетесь с нынешней обстановкой? На самом деле, конечно же, тяжело, потому что война – это сложное событие для нас всех. Ну и в случае ОВД-инфо нам, помимо того, что нужно продолжать делать свою работу и помогать тем людям, которым мы всегда помогали, то есть нашим подзащитным, то есть делать то, для чего, вообще говоря, мы создавались, одновременно с этим нам нужно помогать самим себе, своей организации делать так, чтобы мы продолжали существовать, потому что прессинг большой на все гражданское общество. Ну и уж это я молчу про то, что всем сотрудникам ОВД-инфо, вообще говоря, как-то еще нужно думать о себе, своих друзьях, близких. В общем, все то, с чем сталкиваются многие-многие наши сограждане, конечно же, подыты на сотрудников ОВД-инфо. И с этой точки зрения, конечно же, нам непросто вот эти вот три направления одновременно с ними работать, люди вокруг нас, организация и мы сами. С другой стороны, я бы сказал, что работа ОВД-инфо во многом проще, чем какая-либо другая после начала войны, потому что не то, что мы можем повлиять прямо на исход войны, но хоть какая-то связь между тем, что мы делаем, и то, что происходит, такая большая трагедия, она какая-то есть, какая-то прослеживается. Мы понимаем, что вовлечены в этот процесс, потому что я знаю, что многие люди, в общем, офигевают от происходящего, и, приходя домой, просто не понимают, куда себя деть, идут на работу, и там они тоже как-то не могут на все это дело повлиять. А мы, ну, я как сотрудник ОВД-инфо понимаю, когда какая-то вещь меня сильно триггернула, когда там разбомбили очередной детский сад, я понимаю, что я могу еще часочек поработать, и это хоть как-то может быть, как-то повлияет, и с этой точки зрения вот нам, наверное, чуть-чуть попроще. Конечно же, наша работа сильно изменилась, потому что ее масштабы стали больше. Больше 19 тысяч задержаны с 24 февраля по всей России, и мы пытаемся помогать каждому из них, и, конечно же, это огромная-огромная нагрузка на всех нас. Это и информационная составляющая, и работа на горячей линии, и предоставление юридической помощи. Все это, конечно же, невозможно делать полностью удаленно, не в России. С начала войны 340 юристов по всей России нам помогали, помогали людям в судах, в ОВД, в спецприемниках, выезжали туда. Политические репрессии сильно изменились. И чтобы оставаться актуальным, ОВД-инфо тоже пришлось меняться. Мы долго к этому шли, но в середине лета мы изменили наш мандат юридической помощи, а раньше мы оказывали помощь людям, которые выходят на улицы, то есть защищали людей, столкнувшись с нарушением их права на свободу в собрании. Сейчас же мы еще фокусируемся на юридической помощи тем, кого преследуют по новым уголовным статьям, которые ввели там через 10 дней после начала войны. Это вот профейки, это известная статья, по которой там до 15 лет грозит. И еще несколько. По ним мы сейчас тоже предоставляем юридическую помощь. Люди ищут другие формы протеста, и мы понимаем, что мы тоже должны, как и машина политических репрессий видоизменяется, так и мы должны, если угодно, шагать с ними в одном темпе и тоже развиваемся. Потому что, конечно же, сейчас мы уверены, что тема войны и протеста против нее, ну, мало что есть более важное. С начала войны мы уже помогли, страшно сказать, больше, чем в 10 тысячах судов, первой и второй инстанцией по всей России. Большая цифра. И только увеличивается, увеличивается. И, да, в общем, работаем над тем, чтобы никто не остался один на один с системой. Почему власти еще не закрыли ОВД-Инфо? На самом деле ОВД-Инфо закрыть не так-то просто. Наверняка власти бы это и хотели. За последний год мы столкнулись с кучей проблем. Начиная с того, что в сентябре прошлого года, 2021, нас признали иноагентами. Внесли нас в такой список под номером 2. Иностранные агенты, у которых нет юридического лица, которые как бы сообщество, независимые общественные организации. Потом в ноябре начался процесс по ликвидации нашего основного партнера и теперь, можно сказать, Нобелевского лауреата прочитанного центра «Мемориал». Очень многие наши активности были завязаны на партнерстве с ними. Очень сильно у нас пострадал из-за этого и краудфандинг, и наши разные юридические вопросы. Это было тоже сильным ударом на нас. В конце декабря 2021 года был заблокирован наш сайт на территории России за якобы оправдание экстремизма или за что-то там еще. В общем, власти, конечно же, оказывают на нас большое-большое давление. Наверное, они бы хотели, чтобы мы закрылись. Но закрыть ОВД-Инфо не так просто. Ровно потому, что ОВД-Инфо — это в первую очередь сообщество сообществ. Да, есть центральная команда, сотрудники. Но вообще говоря, у нас есть еще большое сообщество юристов вокруг нас, которые помогают задержанным. И даже если что-то случится с сотрудниками, сообщество юристов никуда не денется и продолжит помогать. У нас есть большое, огромное сообщество волонтеров, читателей, доноров. Это все большие сообщества других журналистов, которые пользуются нашими данными, которые, в общем, просто так и не закроешь. Я думаю, что ОВД-Инфо будет существовать всегда. Понятно, могут меняться масштабы нашей работы, может меняться эффективность. Может быть, наша работа будет как-то криминализована со стороны государства. Но в целом я не вижу, честно говоря, пути к государству нас полностью закрыть. На какие средства живет ОВД-Инфо? Насколько важны пожертвования? С некоторой долей нескромности могу сказать, что ОВД-Инфо, в общем, это народный проект. И, как я и сказал, вокруг нас какое-то большое количество доноров частных. Это люди, которые нас поддерживают рублями. Может, кто-то 10 рублей в месяц переводит, а кто-то 10 тысяч. Но в целом это очень-очень много народу. И могу сказать, что в 2021 году порядка 95% нашего бюджета это были именно частные пожертвования. И, конечно же, это основа всего нашего функционирования. То есть нас поддерживают регулярно сейчас 13 тысяч человек. То есть раз в месяц переводят нам деньги. И это только минимальная оценка. Естественно, все стало гораздо сложнее, как я сказал, с ликвидацией прошедшего центра «Мемориал» и с введением санкций в разные стороны. Но сейчас у желающих поддержать гражданское общество в лице ОВД-Инфо есть возможность это сделать как из-за границы, так и из России, как с российской карточкой, так и с зарубежной, как в криптовалюте, в чем-то еще. В общем, мы работаем над тем, чтобы нашим донорам было удобно это делать. Многолетние нарушения прав человека в России привели к войне? Систематическое нарушение прав и свобод человека в России, свобода собраний, свобода слова, выборных свобод. Это все, конечно же, создало плацдарм, простите за военное слово, для начала войны. И, конечно же, это в некотором смысле основа. Но тоже я не могу сказать, что если государство нарушает все права человека, то обязательно это придет к войне. Вот в Венесуэле вполне себе нарушают права и так, и сяк, и война началась. Конечно же, без того, чтобы нарушались правы человека за 5, 10, 15, 20, 30 лет до начала войны, начать войну было бы гораздо сложнее. Да, потому что мы видели сразу после начала войны, например, очень массовый протест. Но для нас, для организации ВВД-Инфо, которая следит за задержаниями, это был самый сложный вообще протест в жизни, ровно потому, что он был неорганизованный. Обычно же как? Здрасте, выходите там на центральную площадь в 7 часов вечера. И мы знаем, в 7 часов вечера готовимся, какие-то наши там запускаемые инструменты, мониторинга, начинаем работать. А тут из-за того, что всех лидеров, которые могли бы объединить протест, которые могли бы его организовать, всех их уже задолго до войны преследовали, и кто-то из них оказался в тюрьме, кто-то за границей, кто-то просто запугали, и кто-то не был готов сказываться, протест был очень-очень децентрализованный. Все протесты в первые дни, в первые недели, они были круглосуточные, потому что кто-то решил попротестовать перед работой около, не знаю, Совета Федерации, кто-то решил после работы там где-нибудь на окраине города. И мы получали сигналы о задержаниях из кучи разных городов в очень разное непредсказуемое время, из разных точек. Протест действительно был массовый, очень массовый, но если бы он был еще как-то качественно организован, может быть, мы увидели бы, ну, какой-то другой эффект. Я не говорю, что война из-за этого бы закончилась, завтра же, нет, нет, не говорю, но протест явно мог бы быть более централизованным. Если дальше идти по каким-то основным политическим правам и свободам, выборные свободы, ну, как бы всем известно, как у нас там сейчас Государственная Дума голосует за все, как бы помягче сказать, ну, в общем, странноватые законы о присоединении других территорий, о мобилизации, о том, о всем, о пятом, десятом. И понятно, что это возможно только потому, что в эту Государственную Думу пришли какие-то сомнительные люди, которых, вообще говоря, никто не выбирал. Это все случилось, потому что, да, выборы фальсифицировались. Мы видим сейчас ожесточенное преследование организации «Голос», которая занимается как раз выбранными свободами. И у них вот недавно и были области, и они как раз номер один в том списке иностранных агентов, которые, значит, не имеют своего юрлица, и членов организации «Голоса», значит, признают она агентами. Какие-то НТВшники периодически за ними ходят, снимают какие-то сомнительные фильмы. В общем, всякое плохое с ними происходит, ровно потому, что эта организация, вообще говоря, занимается выбранными свободами, и если бы у нас с этим выбранными свободами все было лучше, то и начинать войну было бы гораздо страшнее для нашего текущего руководства. И так можно пройтись более-менее по всем правам и свободам. Слово, печати, ассоциации и так далее, и так далее. И мы видим, что действительно, если бы все с этими правами и свободами было лучше, то общество бы иначе смогло более централизованно отреагировать на начало войны. Поэтому, да, я бы сказал, что, конечно, не то, чтобы нарушение прав и свобод приводят к войне, но делают эту войну возможной. Почему россияне не протестуют против войны? Все знают, что российская пропаганда врет. Но почему-то есть один тезис российской пропаганды, который разделяют многие, как внутри России, так и во вне России. И, собственно, он ровно такой, что россияне не протестуют против войны. Это чистой воды неправда. Россияне активно и очень активно протестуют против войны. Для понимания, вот мы записываем это видео на 234-й день войны. Из них, из этих 234 дней, мы знаем про 216 дней, когда кого-то где-то в России задерживали за антивоенные высказывания или, значит, не высказывания, а выход на улицу за какие-то антивоенные действия. То есть всего лишь 18 дней, и то это, может, мы просто всего не знаем, когда никого не задерживали. На мой взгляд, это достаточно поразительно. То есть война 24 февраля началась, и до сих пор, и за дня в день, люди протестуют и протестуют. Я уже сказал, было задержано больше 19 тысяч человек за антивоенные высказывания. И это произошло не в Москве, не в Петербурге, ну, точнее, не только в этих городах, а в 235 населенных пунктах России. Конечно, задержание — это плохо. Мне сложно радоваться тому, что людей задерживают по всей России. С другой стороны, это ведь показатель гражданской активности. Это меня в некотором смысле вдохновляет. Плюс я бы еще отметил тот факт, вот давно есть дискуссия о том, насколько мы там доверяем социологическим опросам, не доверяем во время войны. Ну, помимо того, что все социологические опросы показывают там снижение поддержки всего происходящего, важный, мне кажется, еще тот факт, что из тех людей, которые согласны социологическим опросам, поддерживают войну, из них совсем небольшой процент людей готовы активно это делать. Вообще говоря, государство у нас поощряет поддержку войны, но когда людей спрашивают, готовы ли они донатить, волонтерить, сами идти на фронт, что-то эта поддержка куда-то она исчезает, и мы это прекрасно видим по истории с мобилизацией. Что-то там пошло не так, мягко говоря. Не все что-то рвутся в военкоматы, слава богу. В отличие от противников войны, их может быть, согласно социологическим опросам, и меньше, но из тех, кто заявляет, что они противники войны, из этих людей гораздо больше народу готовы к активным действиям, к финансовой поддержке, каких-то и гуманитарных инициатив, и каких-то других, и помогать беженцам, и что угодно еще. И люди волонтерят, и как-то высказываются, при том, что, блин, ну если ты выскажешь, тебя могут посадить. Но люди, даже несмотря на это, они это преодолевают, и делают это. Конечно же, каждый раз, когда люди выходят на улицу, надо понимать, что каждый из этих человек, вообще говоря, очень и очень смелый, и он один стоит сотен, которые поддерживают войну, но та смелость, которую проявляют многие россияне, честно говоря, в меня вселяет большую уверенность, и что-то позитивное я в этом вижу. На данный момент нам известно как минимум 302 уголовных делах, но понятно, что эта оценка снизу, мы знаем далеко не обо всем. И сюда мы включаем широкий спектр статей, потому что, да, есть специальные вот эти новые статьи Уголовного кодекса, например, о фейках, по которым нам известно о 105 фигурантах. И это очевидно политические статьи, и каждая преследована по этой статье, это вообще, говоря, выпиющая, совершенно не прав человека. Но наше государство практикует применение каких-то нормальных статей, ну, условно говоря, вандализм. Вообще говоря, это хорошая статья, здорово, что она есть в Уголовном кодексе России, но не очень здорово, когда ее применяют только за то, что человек не очень согласен с войной. Уголовным преследованием не заканчиваются преследования за антивоенные высказания в принципе, потому что есть еще административные дела, про них мы уже говорили, там, тысячи, десятки тысяч людей, кто подвергаются репрессиям. Собственно, да, одна из проблем вообще репрессий и хаотичность, потому что вообще говоря, действительно, чего угодно, с кем угодно может случиться. Для многих людей административный штраф, поход в суд, задержание, это вообще, говоря, огромный стресс. Да, это лучше, чем 15 лет сидеть в тюрьме, но это вообще говоря, для твоей размеренной жизни, в которой ты жил, вообще говоря, до 24 февраля, это что-то новое и очень неприятно. И помимо этого, есть еще внесудебные преследования, увольнения с работы, какие-то атаки на телефоны спамерские. В общем, все это в сумме делает протест в России сейчас опасным делом. И повторюсь, те, кто протестуют, это большие, очень смелые люди. И мы всячески, конечно же, будем, делаем и будем делать все, чтобы протест был наименее, наименее опасен и чтобы вдохновлять людей на то, чтобы пользоваться их правами. Как сейчас протестовать? Протестовать нужно ровно так, как вы можете. Любой протест имеет значение. Как я всегда говорю, даже если вы там перекрасите свою аватарку в желто-синий цвет или что-то еще напишите, это все действительно имеет значение. Но прямо сейчас, вообще говоря, есть один способ протеста, который, на мой взгляд, во-первых, очень эффективный, а во-вторых, за который, кажется, никого еще не преследуют. А именно делать так, чтобы ваши знакомые не брали повестку. Вот просто ее не брали и не ходили в военкомат. Нужно рассказывать про те санкции, которые будут за то, что ты не возьмешь повестку. Спойлер, они ничтожные по сравнению с риском умереть. Надо говорить, говорить, говорить про то, что, вообще говоря, можно бороться с мобилизацией и можно просто не идти убивать украинцев. И это, вообще говоря, звучит как неплохой план. Что касается протестов против войны в целом, то тут, конечно же, нужно выбирать тот способ протеста, который вам кажется возможным, безопасным. Я, как бы, не склонен, не знаю, судить людей, которые не протестуют против войны, потому что они там боятся. Это более чем закономерная история. И это нормально, но если у вас есть какая-то смелость, чтобы это делать, если вы видите какие-то пути, выход на улицу, сейчас, вообще говоря, тоже возможен. Что касается репрессии, мы говорили про то, что нарушение прав человека так или иначе связано с началом или продолжением войны, но в другую сторону это тоже, вообще говоря, работает, потому что война началась, и это распахнуло форточку возможностей для увеличения этих самых репрессий против всего гражданского общества. Вводятся новые законы, закрываются СМИ, в общем, все прелести преследования за какую-то гражданскую позицию для нас, в общем, по-новому открываются, и оказывается, можно и так, и сяк. Какие тенденции у антивоенного протеста в России? Ну, во-первых, надо сказать, что больший процент задержанных на антивоенных акциях это женщины. В первую субботу после начала мобилизации, кажется, это было 24-25 сентября, 71% задержанных были женщины. В общем, женщины это двигатель протеста, и мы знаем, что фемистическое антивоенное сопротивление это тоже, в общем, один из главных организаторов всех протестов, и, ну, пожалуй, что вот эту тенденцию нельзя не заметить, и в некотором смысле сексизм российского государства здесь играет на руку, да, потому что мы знаем, что большинство из людей, которых преследуют по уголовным статьям, это мужчины. Может быть, поэтому женщины могут быть посмелее, но это все не важно, важно то, что действительно женщины играет сейчас большую-большую роль. Конечно, нельзя не отметить некоторую ожесточенность протестов, которая более чем закономерна, к сожалению, насилие не может вызывать ничего, кроме насилия, и чем страшнее кадры, которые мы видим из Украины, тем люди, которым не нравится эта война, принимают более агрессивные методы, поджигают военкоматы, и так далее, и так далее, и это, конечно же, в некотором роде какая-то закономерная тенденция. Как защищать себя, оставаясь в России? Мне кажется, ключевое это знать свои права и пытаться их отстаивать. Мне кажется, часто не так страшен черт, как его молюют, и когда к вам подходит полицейский, то вполне можно, вообще говоря, его хамский тон как-то перебить какими-то своими законными требованиями, но для этого нужно понимать, что вообще можете у него просить, а чего не можете. И это вот, пожалуй, что ключевое и то, что может всем помочь. Плюс, я думаю, что очень важно искать людей, которые вас поддерживают, и поддерживать тех людей, которые вам дороги. Блин, мы сейчас попали в очень-очень страшную ситуацию. Государство преследует всех подряд, и если мы как бы не будем держаться все вместе, позитива и сил особо найти нигде не будет, а какие-то моральные силы это то, чего нам всем необходимо. Между нами, говоря, за последние полгода я увидел очень много примеров выдающейся стойкости, смелости людей, которые кто-то высказывает активно свою позицию и остается в России, это невероятная смелость. Кто-то решает уехать из России, это тоже смелость, потому что это очень серьезный шаг. Очень многие люди меняют свою жизнь, и я вижу, что все, вообще говоря, очень и очень неплохо справляются. Да, мы не можем остановить войну, да, это все с каждым днем становится, к сожалению, все хуже и хуже, но какой-то стержень борьбы, внутренний, в первую очередь, он, вообще говоря, очень у многих заметен, и я считаю, что очень важно заботиться о самих себе, и если каждый позаботится о своей безопасности, то это даст много сил к тому, чтобы бороться за безопасность и свободу других. После выхода России из Совета Европы и невозможности подать жалобу в ЕСПЧ, где добиться справедливого суда? Во-первых, надо сказать, что и в России можно добиться справедливого суда. Это непросто, это непредсказуемо, но пытаться обязательно нужно. 3% дел за первое полгодие по антивоенным высказываниям никакого наказания не было назначено, и с этого нужно начинать. Более того, продолжая, вообще говоря, жалобы уже поданные Европейский институт по урону, человек продолжает рассматривать. Недавно как раз вынесли позитивные решения по, кажется, 70 кейсам, ну, из 2019 года. В общем, что-то, какие-то хорошие новости мы явно из ЕСПЧ еще получим. Можно подавать жалобу в Комитет по правам человека. Это чуть более сложный процесс. Там он не предполагает денежных компенсаций, но он предполагает то, что какой-то комитет, который имеет, вообще говоря, международный статус, скажет, что вообще-то ваши права были нарушены, и вообще-то вы молодец, а государство, которое вас преследует, не молодец. Это здорово, туда можно подаваться, и наша команда, в общем, если вы хотите это сделать, можно написать ОВД-инфо, и мы поможем с этим. Это, конечно, не просто, не быстро, но это можно сделать. Почему важно, чтобы про ситуацию в России знали и говорили за рубежом? Надо понимать, что, к сожалению, сейчас есть некоторая тенденция к тому, чтобы Россию исключать отовсюду. Да, есть разные лагеря, которые говорят за и против, но, на мой взгляд, исключение гражданского общества России из общемировой какой-то повестки это путь в никуда, и оттуда назад дороги нет, и очень важно этого избежать. Важно, чтобы люди вокруг понимали, вообще говоря, что происходит в России, почему, вообще говоря, не все россияне за войну, как устроены политические репрессии в России и так далее. Дальше надо сказать, что любые изменения, которые мы собираемся в России претворить в жизнь, они будут невозможны без опоры на общий мировой опыт. Как бы ужасно нам не казалась текущая ситуация, к сожалению, она не уникальная, и многие страны проходили через подобные вещи, и здесь очень важна кооперация. И Россия обязательно должна вернуться и в Совет Европы, и вступать в разные другие международные союзы, потому что там, вообще говоря, есть с чего брать в пример. Конечно же, мировое сообщество, в общем, должно поддерживать какие-то изменения в России, потому что я убежден, что ни для кого не будет хорошо, если Россия будет какой-то страной за забором, где происходит черт знает что, и в любой момент сможет тогда повториться то, что сейчас происходит с Украиной, к сожалению. И чтобы этого не повторилось, важна интеграция России в общую роль сообщества. Но это все возможно только после окончания войны, конечно же. Чем будет заниматься УВД-Инфо, когда Россия станет свободной? Всегда наша миссия звучит как то, что мы хотим побороть политические репрессии, помочь тем, кто уже с ними столкнулся, и произвести какие-то системные изменения, чтобы политические репрессии были невозможны в будущем. И вот первая часть про то, что мы кому-то помогаем, она у нас никак не изменилась ни до, ни после войны. Как помогали, так продолжаем помогать. Но, что касается системных изменений, каким-то мы оптимистами не были, нам становится очевидно, что в целом все изменения мы не можем сейчас, прямо сейчас осуществить какие-то системные изменения в России в области политических репрессий. Потому что сейчас самое главное это война, от исхода войны, от того, что с ней происходит, все другое зависит. А конкретно войну мы напрямую не влияем. Поэтому для нас очень важно, что в тот момент, когда форточка возможности откроется, она когда-то откроется, может быть послезавтра, а может быть через два года, а может через 20 лет, и когда подует ветер перемен, чтобы в этот момент наше общество было готово к позитивным изменениям. И для этого нужны и люди, которые, во-первых, понимают, что делать, то есть люди, которые обладают некоторым интеллектуальным ресурсом для претворения каких-то изменений, будь то какие-то новые законы, или какие-то развития каких-то институтов. Должно быть желание общества, должно быть и желание, и понимание того, что изменения в правильную сторону необходимы. должна быть изучена база всех проблем, то есть когда откроется окно возможностей, вообще говоря, в этот момент хорошо бы понимать, а что вот это только что было, если это длилось 10 лет, 20 лет, или 50 лет, это очень важно понимать. Мы думаем о том, как подготовить эту базу, чтобы в тот момент, когда окно возможностей откроется, чтобы наше общество двигалось в правильное направление, это чуть ли не самое важное, потому что Россия будет свободной, ну, конечно, Россия будет свободной, только вопрос, как долго она будет свободной, и хотелось бы, чтобы в тот момент, когда это случится, это как-то чуть-чуть подольше продолжалось, чем в прошлый раз, потому что есть какое-то убеждение, которое я лично разделяю, что то, что мы видим сейчас, это следствие того, что после распада Советского Союза не были в России развиты хорошо все институты, необходимые гражданскому обществу, и государственные институты, и общественные институты, и всем, все просто как-то, ну, вот, ушло плохое и здорово, но нет, чтобы все было действительно здорово и устойчиво, нужно очень-очень много работать, и, честно говоря, я думаю, что работы у нас в тот момент, когда Россия покажется, что Россия свободная, у нас будет еще очень и очень много, главное сохранить запал на этот момент. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok